Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в пятницу, 11 августа, за богослужением читается Евангелие от Матфея. Глава 22, стихи с 23 по 33. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Глава 22, стихи с 23 по 33. Глава 22, стихи с 23. Глава 22, стихи с 23. Отвечав же Иисус речеем, прельщайтеся, не ведущи Писания, не силы Божия. В воскресенье бони женятся, не посягают, но як у ангели Божии на небеси суть. А в воскресенье же мертвых не стили чли реченоговом Богом, глаголющим, аз есть Бог Аврамов и Бог Исааков и Бог Иаковль. Несть Бог, Бог мертвых, но Бог живых. И слышавши народе, дивляхуся о учении Его. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его. Учитель. Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. «Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою, брату своему, подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресенье не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресенье мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я – Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его. После окончания беседы Христа о подоте Кесарю с фарисеями и иродианами, то есть людьми, находившимися в оппозиции по отношению к Ироду и его семье, к Спасителю тотчас же приступили саддукеи. Саддукеи представляли собой богатый правящий класс аристократов, готовый даже сотрудничать с римским правительством, чтобы сохранить свои привилегии. Отказываясь принимать неписанный закон и закон книжников, которые имели огромное значение для фарисеев, саддукеи считали обязательной только одну часть священного писания – Пятикнижие Моисея. Особенность их учения заключалась в том, что они отрицали воскресение мертвых, во что, в свою очередь, верили фарисеи. Борис Ильич Гладков пишет, саддукеи составляли среди евреев секту неверующих воскресение душ и будущую вечную жизнь. Вообще они весьма равнодушно относились к вопросам веры, что не мешало им, однако, занимать места священников и быть даже первосвященниками. Саддукеи вели нескончаемые споры с фарисеями о воскресении душ и старались доказать, что в книгах Моисея не только не содержится никаких указаний на бессмертие душ, но даже имеются обязательные для евреев постановления, явно противоречащие учению о воскресении мертвых. Таково постановление, в силу которого бездетную вдову по смерти ее мужа должен взять себе в жены его брат с тем, чтобы восстановить умершему брату продолжение его рода. Именно такой спор саддукеи представили теперь на разрешение Господа, придумав неправдоподобную историю о семи братьях, которые поочередно брали за себя одну и ту же жену и затем умирали. Представители этой партии считали, что никакой посмертной жизни нет и быть не может, соответственно, вера народа в воскресение из мертвых ими осмеивалась. Христос, отвечая саддукеям, ставит их невежество на первый план, «Заблуждаетесь, не зная писаний ни силы Божьей, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах». Своим ответом Спаситель попытался донести до саддукеев следующую мысль. Ошибочно думать о небесах, опираясь на земные представления, а также думать о вечности на основе представлений о времени. Преподобный Иустин Попович замечает, они хотят применить законы о греховленной телесности к воскресшим человеческим существам после Страшного Суда. Спаситель им говорит о духовности и бесстрастности воскресших тел. В них будут господствовать законы ангельской жизни. Во Христе Иисусе нет мужеского пола, не женского, как пишет апостол Павел, ибо в нем совершается некоторое богочеловеческое единство, которое на самом деле есть всеединство, ибо все вы одно во Христе. Затем Господь перешел к полному разрушению позиции саддукеев, и для ответа Он выбрал ту цитату из Пятикнижия Моисея, которая, конечно, была хорошо знакома с саддукеем, но смысла которой они не понимали. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Александр Павлович Лопухин поясняет, «Если в законе Моисея вам сказано, что Бог называл себя Богом прежде живых, но потом умерших людей, то это значит, что они и теперь живы, потому что истинный и живой Бог не может быть Богом мертвых и несуществующих лиц. Таким образом, истина загробного и продолжающегося бытия людей основывается на признании истины бытия Бога как живого и вечного. Тот только отрицает бессмертие человека, кто отрицает бытие Бога». Бог не есть Бог мертвых, но живых. Этими словами, дорогие братья и сестры, Спаситель не только отвечает на вопросы саддукеев, но и показывает нам, насколько глубоким может быть смысл привычных нам слов Библии, содержащих весть о спасении, которым и является воскресение как приобщение к новой жизни, где все иначе и над которой смерть уже не властна. В соединении с Господом через общение духа, ума, сердца и жизни мы получаем возможность наследовать эту новую, вечную жизнь и стать причастниками божественной природы. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok